Дорогие мы, давайте начнем наше с вами занятие. Потихонечку садитесь, присаживайтесь. Зовут меня Димит Шунов, Алексей Владимирович, и сегодня мы с вами будем изучать что? Счастливые семейные отношения, да? Как выходить замуж будем сегодня изучать? Кому надо? А кому не надо, что делать замужем? Будем изучать, окей? Значит, самая главная, самая ключевая информация, есть куда записывать? Потому что мы кое-какие тезисы будем записывать, чтобы их перепроверять. Потому что невозможно, человек, к сожалению, очень мало запоминает через слух, очень мало запоминает через глаза, и только когда делает, запоминает очень много. То есть через тело мы запоминаем 90% информации. Поэтому будем сегодня очень много практиковать, будем очень много играть. Тренинг – это когда ты делаешь что-то для себя новое. Есть куда записывать? Значит, ключевые тезисы такие. Для семейной жизни самый подходящий, да? Самый главный орган у мужчины какой? Самолюбие. То есть самое главное им восхищаться и благодарить, все остальное он сделает добровольно, бесплатно и с жизнерадостностью. А самый главный орган у женщины какой? Кожа. Женщину нужно каждое утро обнимать до легкого хруста. Когда женщину обнимаешь, она спокойно и верит в мужчину. Когда женщину не обнимаешь, она ему что? Не верит. Угу? Угу. Теперь давайте разберемся вот семейные отношения, да? Мало знакомые люди друг с дружком встречаются, знакомятся и решают создавать семью. Да? Вопрос, для чего? Если вот мы с вами договариваемся, что на нашем тренинге самым главным правилом является простота. Что все должно быть предельно как? Просто. Для чего люди создают семью? Надо же разобраться, потому что если мы не разберемся, то может что-то главное упустить. Итак, для чего семью создают? А как это помогает? Какая связь? М? Потребность быть кому-то нужной. Потребность быть кому-то нужной, да? Хорошо. Для чего люди создают семью? Для детей заводить. Хорошо. Для чего люди создают семью? Запуталась. Для чего? Для счастливыми быть, а делая другого человеческого системы, а не будет семью. Угу. Для чего? Детей заводить. Хорошо. Как вы считаете? Чтобы не быть одинокими. Для чего? Интереснее, чтобы было же. И так немножко скучно, а так веселей. Хорошо. Для чего? Скажите, пожалуйста. Как вы хотите, чтобы было хорошо? Чтобы вам было хорошо. Значит, ключевой ответ – заботиться друг о друге, дорогие мои. Люди заводят семью, чтобы заботиться друг о друге. О детях мы тоже, когда детей заводим, что делаем? Наша цель – не просто их завести. И они сами там, как грибы, растут, берут питательные вещества. Ну да, заботиться друг о друге. Что обо мне будут заботиться, да? И я буду заботиться. Если правильно выбирали, конечно. И вот здесь очень важно понять, а что нужно женщине для счастья, чтобы она была счастливой? То есть какую заботу нужна женщина, да? И какую заботу нужна мужчина, да? Что нужно мы от же? Поставьте себе такой вопрос. Что нужно мужчине от женщины? Чтобы мужчина был в семье счастливой. Чтобы семья была, никаких любовниц не было, разводов никаких не было. Запишите вопрос. Что нужно мы от же? что нужно мужчине дорогими и тогда семья крепкой надолго и счастливы чтобы его хвалили это верно мужчинам самолюбие повышено я сильный я крутой там я талантливый что нужно маджи какая женщина сделает мужчину счастливы вот что нужно чтобы мужчина стал счастлив что нужно делать женщине чтобы мужчина стал счастлив восхищаться им благодарить его хорошо чувствуете есть некоторая неопределенность да кто ясно мысли тот ясно излагать что ты знаешь в голове пока еще этот тезис у каждого не определился хорошо тогда другой вопрос необычный неординарный а что нужно же от мы что нужно женщине вот что мужчина может дать женщине чтобы она была счастливой семейной жизни вот до семейной жизни ей никто этого не давал а здесь вот дает ее женщину постоянно обнимать близко чувство уверенности безопасности чтобы женщина чувствовал себя как за каменной стеной правильно она же это семья родительный чувствовал себя как за каменной спиной а тут раз вышла из семьи родителей создала семью с мужем с мужчиной там чувствует себя как за каменной стеной дорогие женщины что вам нужно от мужиков просто понятно одним словом любовь это что такое как вы понимаете либо ради ксении спросим ксения скажите нам что нужно мужчине от женщины до вот вы крутилась чувствую что вы тоже забыли я забыл и вы забыли хорошо вот видишь и от этого он будет счастлив правильно вера в него и так запишите пожалуйста м нужно от же с в правильно святая вера женщине нужно от мужчины чтобы в него верили больше ничего не нужно он все сам может сделать мужчина сам может еду сделать мужчина сам может кровать заправить мужчина сам может посуду помыть но ему нужно то что ему не даст никто это что вера что он умный вера что он сильный вера что он заботливый надежный что он интеллигентный аристократичный что он лучше потому что свои недостатки он что знает или не знает он сам знает ему вы скажете его недостатках ему от этого новость не будет никакой вы только его подтверждение и усиление а кто-то должен в него верить или нет мама всегда говорит детям что они талантливые но часто говорить или не всегда смотря какая мама даже если не говорит тем более вдвойне нужно согласно чтобы жена ему сказал ты талантливый ты сильный ты умный давайте легкий тест тест на же тренинг переходим к практике представьте что ваш муж пришел в 2 часа ночи хотя должен был прийти 8 9 что вечера пьяный одежда разорвана весь грязный женских поцелуях и в духах а вы соответственно сотовый звоните он не берет не отвечает и что вы дорогие моему скажете когда вы уже весь вечер на нервах только честно протестируйте себя муж не звонил 2 часа ночи пришел или в час ночи пришел в полночь пришел без разницы а вы целый вечер нервничали что скажете ничего хорошего что скажете ты мой верный вы святая что скажете ему промолчу да хорошо что скажете промолчу правильно мудрость молчание делает человека мудрым что скажете честно все тест сам для себя что скажешь ничего скажете что скажете а а вы это жить это утром что скажете если мужчина пришел 2 часа ночи у него одежда разорвана весь женских поцелуях от него грозит алкоголем и духами нужно сказать только одну фразу такой чем тебе помочь значит что-то случилось сразу поздно пришел согласными он же не каждый вечер так приходит но если он пришел в 2 часа ночи значит какое то случилось что чп согласно ли ваш муж шел с работы верный и надежный мужчина увидел что на пятом этаже горит окно и плачут дети поскольку москве пробки и все паркуются где хотят соответственно пожарная помощь игре это еще что едет вам каду на горизонте и что сделал ваш геройский любимый он полез по водосточной трубе на пятый этаж да порвал одежду то потерял конечно сотовый телефон на он спас этих детей с пожару потом мама их не приехала расцеловала его да но милиционеры не знали как его обезболить поэтому просто налили другого лекарства они что не знают оказание первой медицинской помощи у милиционеров очень просто и вот ваш муж герой он пришел он герой как вы считаете он заслужил проходите к нам скорее пожалуйста он заслужил негатив критику упреки он же не каждый вечер два часа ночью приходит значит случилось какое-то чудо и мы увидели что оказывается со святой верой то в мужчин плохо скажите что более обидно что более обидно когда человек сделал ошибку его за это поругали или когда человек не сделал ошибку его за это поругали что более обидно когда ты прав согласно ли твоей вины нету а тебя что унижает ругает там критикует или еще что-нибудь так или так как считаете мужчина это забудет или не забудет потом все выяснится потом вы конечно извинитесь и так далее и так что нужно мужчине от женщины с его то повышенным самолюби святая вера вот кто промолчал вы по крайней мере по крайней мере хотя бы грехов не наделали потому что женщина сказала и забыла мужчина услышал и ничего не когда женщина критикует мужчина критикует вот и не взял я тебя просила возьми или вот ты не сделал я тебя просила сделай или еще что-нибудь да она ведь может случайно ошибиться на самом деле он взял на самом деле он сделал и что он увидит он увидит что о нем думают что плохо есть такое понятие в юриспруденции называется презумпция невиновности презумпция невиновности что это означает если не доказано то человек невиновный человек хороший если нет доказать что он плохой человек хороший по закону нашей полиции полицейский не имеет права подозревать людей не имеет он по закону не имеет права вас подозревать ничего если нету фактов которые что делать чего каких каких обстоятельств если нет обстоятельств поэтому давайте определимся кто жена для мужа адвокат прокурор который обвиняет судья судья он по крайней мере вы спрашивает последнее слово подсудимого я когда спросил вас что вы кто кто спросит кто спросит мужа да допустим любимой что случилось да никто не спросил у кого у судей смотря кто ему заплатил смотря кто ему заплатил поэтому многие скажут сразу иди откуда пришел значит не спрашивает какой человек сразу наказывает не спрашивая как называется палач жена палач для мужа прокурор судья или адвокат итак что нужно мужчине от женщины чтобы ваша семья была счастливой святая вера мой муж добрый мой муж честный мой муж лучший мой муж надежный вот когда человек сделал неправильно а ему сказали это случайно потом ты сильный ты правильно все делаешь вот тогда в человеке появляется что орган который никогда не радуется всегда болит совесть совесть запишите вопрос откуда у человека берется совесть некуда записывать да надо же проверить невозможно запомнить дорогим если человек за три часа запомнил у него была бы какая память феноменальный а проверим не проверим кстати сможете еще шариковую ручку нам ситрадочкой обеспечить совесть вот вы воспитываете детей допустим да или общаетесь с друзьям или с мужем или с женой там еще с кем-то родственниками да лучшим контролером является совесть а что это такое в семейных отношениях совесть нужна или нет как скажете конечно нужно а что такое понятно ну хорошо давайте изучать откуда она берется еще петра позовите пожалуйста чего то он пропал вы хотите у ваших детей совесть была вот хотите я вам расскажу откуда у меня совесть делась на всю жизнь запомнил стыдно было как-то мне было пять лет мы были в гостях у каких-то дальних родственников ну я их помню конечно хорошо и там я играл их кошелек и там было очень много пятначиков 15 копеек очень много мелочи било я играл а потом себе взял еще смысл денег мало понимал маленький был на улице с друзьями показывают деньги они им так по руке сделали и деньги все разлетелись и песок рассыпались и не найти ну и даже польза мне может пойдем мороженое купить может даже еще не умели купить мороженое может еще такой возраст был и вечером они приходят а все видели я играл с этими деньгами эти родственники приходят ну там все все может набежало рублей 2 может быть может рубля 3 вот так мелочи они приходят и я стою моя бабушка стоит они стоят в коридоре и они говорят вот ваш внук деньги взял чужие без спроса украл ну все видели я украл все это знают все это понимают я тоже это понимаю а моя бабушка говорит знаете мой внук не такой мой внук честный и вот когда ты сделал плохой поступок да а про тебе говорит ты не такой ты честный вот тогда начинается что внутренние противоречия да между тем что ты честный и тем что ты сделал плохой поступок а когда ты сделал плохой поступок а тебе говорят ты козел Тогда у человека начинается внутреннее противоречие или нет? А он козел, козлы ведут себя плохо, какого противоречия? Нет, противоречия нет, согласны? И у человека совесть болит, когда мы его оскорбляем? Нет, когда мы его унижаем, ругаем, он говорит, ну я плохо сделал, ко мне плохо отнеслись, мы квиты. А когда человек чувствует себя обязанным? Когда он плохо сделал, а вы что? Его не унижали. Можно пожурить, да, вот Иисус сказал грешнице, иди и не греши, да, он мне не сказал, ты молодец, продолжай в том же духе, да? Иди и не греши, но он не унижал. Вот был такой великий завоеватель, его звали Тамерлан. Знаете, наверное, или нет? В 14 веке он жил, город Самарканд, территория Узбекистана. И он поставил себе целью вот эта монгольская ига, которая была не только над Русью, но и над многими другими тоже территориями. Татар там не было в этом Иге, там монголы были. И он поставил цель его убирать. Он сам не был из монголов. И он потихонечку сначала свою местность очистил, потом дальше, 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 дальше. Воевал и побеждал. И очень много он провел, десятки лет, проходите к нам, скорее, пожалуйста, десятки лет он провел в сражениях. Очень много его военачальника погибали. Очень много его солдат погибали. Ему нужно были новые военачальники, а где их взять? Конечно, он брал их из тех армий, которые он побеждал, из тех военных, которые он побеждал, из тех территорий, которые он завоевывал. Да, как бы уже все его школьные друзья, с кем он были в песочнице, уже давно пропались. И у него было правило. Он был очень строгий, дисциплина была очень жесткая. Все знали, если плохо ты сделал, ты плохой поступок сделай, поэтому тебе накажут и не делают плохие поступки. Очень дисциплина у него была сильная. Но если какой-то из его военачальников ошибался, ошибался, он говорил, его в тюрьму садите, завтра казним. А когда надо было казнить, он его к себе звал и говорил, вот ты год верно, ты служил, работал, занимался, да? А здесь ты ошибку сделал. Ну там, или струсил, или спорил, или что-то приворовал маленько, прибрал или еще что-то. Или не выполнил какой-то приказ. Я знаю, то, что ты сделал, это было случайно. Случайно. Я знаю, в твои годы службы, я знаю, ты сильный человек. Поэтому я тебя прощаю. Тебя не будем убивать. Немножко в должность японизм, чтобы другие это знали. И он умел прощать тот, кто это, что сделал, заслужил. Мы тоже живем, очень много у нас есть друзей, подруги, и очень много есть родственников. И мы с этими родственниками живем много лет, согласны ли? Ну, любой родственник, может быть, в чем-то, может быть, когда-то чуть-чуть не тактично себя поступил, допустим, да? Или что-то там опрометчиво сказал какую-нибудь глупость, или еще что-то, да? Если мы много лет с человеком, мы же прощаем его. Согласны? И вот у него появляется вследствие этого огромное количество его военачальников, его слуги, его окружения, которые были ему признательны, благодарны, и которые были ему верны. Против него было огромное количество загоров сделано, и все эти загоровы раскрывались, которые враги, допустим, да? Потому что его окружение было очень, к нему относилось очень душевное. Когда человек сделал плохо, человек сделал плохо, если этот человек благородный, благородный, очень важный, то есть благородный, это значит благодарный, честный, ответственный, порядочный, порядочный человек, да? Если ты его прощаешь, не каждого человека, если ты его прощаешь, у него появляется к тебе что? Признательность. Когда люди создают семью, это малознакомые люди. Они друг с дружкой месяц общаются, или полгода общаются, или год общаются. Согласны? Это еще не крепкая семья. Это еще нет самого важного. Чего? Внутренней признательности. Внутреннее уважение, внутренней благодарности. За что? А когда человек поддержал другого, когда тот оступился, когда человек поддержал другого, когда тот был, что, неправ, вот здесь может появиться внутренняя признательность. Когда нужно в человека верить, когда он хорошие поступки делает, это легко, согласны ли? Если ваш мужчина или ваша жена делает хорошие поступки, сказать ей, ты хорошая, ты добрая, ты любящая, это сложно или тяжело? Это легко. Она так себя ведет. А когда человек плохо себя ведет, а промечу его, или раздражается, или обижается, или, может быть, изменил, или еще что-то сделал. Легко ли ему хорошие слова говорить? Трудно. Что будет более ценно? А его поддержали. Сказали, это случайно, я знаю, ты надежный. Это случайно, я знаю, ты сильный. Это случайно, я знаю, ты умный. Человек что-то забыл сделать. Я знаю, ты ответственный. Понимаете или нет? Вот с этого момента берет совесть. Запишите, пожалуйста. Совесть, двоеточие. Пункт первый. Условия появления совести. При воспитании детей, при общении с близкими, это очень важно. Вы хорошо относитесь к человеку. Запишите. Хорошо относитесь к человеку. Изначально условие, что вы к этому человеку хорошо относитесь. Второе. Человек делает ошибку. Второе условие. Кто-то делает ошибку, или что-то забывает, или что-то глупость какой-то скажет, или какой-то поступок сделает, или что-то и так далее. Третье. Вы говорите, что он человек хороший, а поступок плохой. То есть, обязательно условие. Различать человек и поступок. Что человек хороший, а поступок плохой. Потому что очень легко смешивать. Человека с поступками. То есть, не надо говорить, что поступок хороший. Нет, поступок плохой. Но ты хороший. И продолжайте хорошо относиться к человеку. Следующий пункт. Следующее условие. Алгоритм возникновения совести. Почему в семье не должно быть критики, или почему в семье не должно быть оскорблений? Любая критика и оскорбление, это когда критикуют не поступки, а что? А человеку говорят, ты невнимательный, ты неаккуратный, вот так говорят. Ты глупый, ты ненадежный, никто не говорит. Твой поступок был неправильный, или ты плохо сделал домашнее задание, это странно, ты же умный. Такая критика, наоборот, что? Приятно. А когда критикуют ярлыками, ярлык, ты нечестный, ты ненадежный, ты дурак, ты баран, ты сволочь, ты козел, там еще какие слова есть, тогда человека унижают. И у него появляется совесть, когда его унижают? Нет, он говорит, мы квиты, я сделал глупость какую-то, загулял там с кем-то, или еще что-то, меня унизили, одинаково, все. А когда вы человеку говорите, когда вы его возвышаете, человека, а поступок принижаете, что происходит? Несоответствие. Внутренний конфликт, внутренние противоречия. Когда вы говорите, ты же умный, почему ты так сделал? Ты же сильный, почему ты так сделал? Я же верю в тебя, это случайно у тебя произошло. Нормально? Получается, инь-янь, и критикуешь, и любишь. И любишь, и требуешь. Да? Вот это вот. Это дает энергии. И человек, если человек благодарный, это здесь тоже не у всех людей, но мы общаемся только с благодарными людьми, это как бы изначальное общее правило. Люди делятся на два типа, дорогие мои. Человек делится на два типа. Человек животное, и человек человек. Первый тип людей, завистливые, высокомерные, они унижают других людей, им нужно так возвыситься. У них есть слабость, им нужно возвышаться, вот эту свою внутреннюю слабость, за счет других людей, что сделать? Убирать. А есть люди, у которых есть внутренняя сила, им не нужно самоутверждаться, за счет другого человека. Это люди ответственные, благодарные, заботливые. А это конфликтные, они всегда с кем-нибудь конфликтные. у них всегда есть какие-нибудь враги. Есть люди, которым нет у них благодарности, их так воспитали. Такое не нужно в вашем окружении, ни подруги, никто, не должно быть в вашем окружении, даже если это родственники. Да общайтесь чисто официально и все. Тетя какая-нибудь есть, здравствуйте, здравствуйте, не помогайте, не мешайте жить. К сожалению, это горькая правда, но есть люди, которым, когда ты даришь подарки, он чувствует себя обязанным, его никто об этом не просил, ты просто ему даришь подарки. А ему неловко их принимать, почему? Он думает, слушай, он мне такие подарки сделает, я что подарю ему? Вот вам на дне рождения, никогда не дарили подарки или нет? Кому дарили подарки на дне рождения? Поднимите руку. Что вы чувствовали в тот момент? Только честно, протестируйте себя. Приятно. Еще что чувствовали? Стыдно не было вам? Чего он меня с днем рождения поздравляет, я его забыл? Чего он мне такой подарки сделал, а я ему ничего не сделаю? Нет, вы чувствуете себя обязанными и его очень хорошо благодарить, чтобы он увидел, как вам понравился, да? Нет, просто... Как проявить? Мало, да, то есть надо еще больше похвалить их, да? Вы чувствуете себя обязанно, как правильно, не просто, спасибо, спасибо, очень приятно. А есть люди, когда им дарят подарки, они не чувствуют ничего, ну, лох, лох, подарки дарят. Есть люди, которые вашу заботу воспринимают, как что? Он идиот, заботится. Плохо воспитаны люди, алчные, жалчные, завистливые, очень примитивного склада ума. Это горькая правда, дорогие мои, но у всех людей душа очень разная, душа очень разная, мир чувств очень разный. От рождения даже бывают разницы. У некоторых людей душа молодая, а некоторых человек душа уже пожилая. Ему 10 лет, а у него душа уже много раз, может быть, рождалась, может, не знаю, я в этом не специалист. Некоторые люди, они всю жизнь, им 50 лет, они футбол занимаются. Или ружье какое-нибудь, ружьбайка, в тир ходит, стреляет, круто. Или на машинках гоняет. У него как детство, осталось это, детский интерес в жизни у человека есть. Бывают такие люди, не бывают. А бывают люди, которые уже в 10 лет задумываются, в чем смысл жизни. Бывают люди, которые в 20 лет задумываются, как это мир устроен. Здравственность, доброта, дочерные страдания, переживания, тяга к прекрасному, балеты, поэзия. А есть люди, которые шашлыки жрать. Вот у тебя дом есть, дом есть, шашлыки есть, есть, деньги есть, так ключи берем, так идем, ключи так живем. Все, интересно это его. Хоть вокруг него хоть будет 9 оперных театров, не пойдет. Неинтересно. Очень сфера интересов таких людей, у которых душа молодая, еще первое рождение, душа пожрать, поцеловаться, там, по самоутверждаться, я крутой, понты, короче. А есть люди, которые рождаются изначально с какой-то внутренней тягой знания. Они сами читают книги, их никто не задавляет. Вот вы сегодня вечером пришли на тренинг, да, кто вас заставлял? Вам охота, интересно, изучать что-то новое, согласны? Вам охота, улучшать свою жизнь, вам охота, больше, может, что-то для себя, взять какую-то новую привычку, навык. Понимаете? А некоторым человеку даешь книгу, он засмотрит, как он идет. Что, думаешь, я читаю, что ли, буду? Говорит, не люби мне мозг. я убрал матерное выражение. Мозги, говорит, не, не люби, и все. Вот всю жизнь таксиста работает, видели на вокзале люди, таксисты работают, или эти тележки возят, осликами работают. Человек выходит из поезда, у него багаж есть, да, он прибегает с тележкой, и его, значит, этот багаж может до метро или до такси довезти. Его услуга примерно столько же, сколько стоимость этого билета железнодорожного. Человек ехал из Екатеринбурга в Москву, заплатил 2000, и сейчас все сумки положишь, и тут его довезет 30 метров, тоже 2000 будет. Ослики. И он будет книжки читать или нет? Это вот такой интерес у человека есть. Люди разные. Так вот есть люди, которые так воспитаны, у них чувство благодарности очень сильно развито. Вы им делаете что-то на копейку, а они чувствуют себя обязанными, что? На 10 рублей. Бывают такие люди или не бывают? А есть люди, которым ты делаешь на 10 рублей, но они чувствуют себя обязанными даже на копейку. Идиот, лох. Есть такая русская пословица не делая людям добра, о чем она говорит? Что некоторым людям не надо делать добра. Они это не ценят, не благодарят. И среди вашей окружения тоже много таких есть. Немножко, видите, мы коснулись темы характера, но характером мы занимаемся на другом курсе, он начнется в следующую субботу, мастерская характера называется. А вообще ты должен себя настраивать, что тебе вот если я дарю подарок, то ну как бы требовать от других благодарности. Настраивать себе не надо, но проверять есть в людях благодарность или нет? На кого вы тратите свою жизнь? Вы помогаете человеку, когда у него есть трудности, вы помогаете человеку, когда у него есть какие-то проблемы, а помогает ли он вам? Вы помогаете, вас даже не просили, да, А помогает ли вам? А кто вам помогает? Очень часто добрые люди окружают себя кем? Вампирами, потребителями. Потому что они добрые. Им же не надо ничего замыть. Понимаете? А вампиры никогда себя вампирами не окружают. Почему? А что от вампиров взять-то? Они сами хотят. И поэтому вампиры всегда ищут лохов. Им нужно, чтобы грузить их своими нытьем. Или чтобы грузить их своими проблемами. Чтобы они им помогали. Взамен не хотят. Только они хотят потреблять. Есть такие люди, которые быстренько женятся. Через 2 месяца разводятся. Или через 7 месяцев разводятся. Встречали таких или не встречали? Почему? Два вампира, когда поженились, они долго не могут. Муж думает, жена должна делать меня счастливой. Она все должна у меня на страховину. Она должна у меня настроение поднимать и кушать. Меня кормить туда-сюда. Жена думает, мой муж должен делать меня счастливой. Должен меня развлекать. Должен обо мне заботиться. Должен у меня настроение хренов. Он не должен его поднимать. Когда два вампира встречаются, оба хотят кровь сосать. А сосать-то низко. Этого кусать, этого кусать. Тяжело жить. Через 2 месяца разводиться. Их так воспитали потребителями. Почему мы говорим? Самое главное, чтобы дети заботились о родителях. Самый главный принцип. А если человек не привык ни о ком заботиться, он привык только заботу что? Родители ему машину покупали. Родители ему это оплачивали. Родители все для него делали. Он привык только. Папа дай, мама дай. Думает, сейчас будет муж тоже что? Обо всем меня обхаживать. А муж думает, сейчас жена будет меня тоже что? Обхаживать. Я женился, она мне должна. И так люди разводятся. Чего там нету? Заботы нету. Там есть только потребление, только дай. Поэтому вампиры, они всегда ищут каких людей? Наивных, заботливых, которые будут их что-то заботить. А сами они нет. Неудобно, говорит мне. Ты позвони мне в любое время, желательно с 5 до 7 часов вечера, два раза в неделю, когда у меня хорош настроение. А в другое время мне неудобно, я тебе заботюсь. Но если мне ничего, я тебе позвоню, мы же друзья. Поэтому совесть у каких людей мы будем делать? Только благодарных. Это самый главный критерий. Окей? Если ваш муж пришел поздно домой, ему нужно от вас что? Святая вера. Что он хороший. А если вдруг на самом деле он загулял, а вы ему скажете, любимый мой, что-то случилось, чем-то тебе помочь, ты кого-то спас, наверное, ты задержался, у тебя вся одежда рваная, ты бандитов, наверное, победил. А он в сауне был с проститутками. Ему говорят, ты бандитов победил, ты кого-то защитил. Если человеку хоть немножко благодарность есть, если человеку хоть немножко ответственность есть, он тут же на месте умрет. От разрыва совести. Понимаете ли? Вот многие женщины, они семью создают, а что нужно мужчинам, к сожалению, что? Не знают. Понимаете, мужчинам не нужна критика, они сами знают свои недостатки. Мужчинам нужна святая вера. Когда вы говорите, любимый мой, я знаю это случайно, я знаю, ты талантливый, ты сильный, иногда вдруг окажется, что правильно. У вас, оказывается, не было повода критиковать. Вы говорите, как хорошо, что я так сказала. Мне-то показался он, а он-то уже давно все сделал, оказывается, да? Я говорю, как хорошо, я так сказал. То есть, женщины, мужчины нужно от женщины, чтобы она была его адвокатом. Всегда было что? На его стороне. На этом прекрасном корабле, который называется «Семья», который плывет в этом неизвестной жизни, очень важно, чтобы у капитана был не капризный пассажир, а кто? Первый помощник капитана. Называется штурман. Капитан тоже штурман, но это тоже штурман. Капитан первого ранга, капитан второго ранга, третьего штурманы. Понимаете? Святая вера. Это сложно, наверное, или легко? Что, сложно? Вроде куда уж проще. Говорит, любимый мой, ты всегда прав, а если ты ошибся, это случайно. Понимаете ли мне? Записали, да, значит, что нужно женщине? И когда женщина, мужчина там на работе сделал ошибку, какую-то ошибку, что-то на работе там поссорился с ненужными людьми, с начальниками там или еще что-нибудь, АНМ, любимый мой, я знаю, ты мудрый человек, это было случайно. Она его поддержала, когда он что? Неправый. У него будет внутренняя признательность к этой женщине? Да, у него даже мысленно никогда любовница не появится, не то, что физически. Почему? Ни одна другая женщина так не будет. Ни одна любовница, никто, 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 никто. Хотя, конечно, любовница более ласковая, чем жена, да, любовница никогда не критикует, в отличие от жены и много другого. Но есть внутренняя благодарность, внутренняя признательность. Она держит семью 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет и так далее. Окей. Тогда, как мы ответим на второй вопрос? Чтобы женщина была счастливой, ей-то что нужно в семейной жизни? Что же нужно от М? Что мужикам нужно в них верить, что они умные, добрые, любящие, сильные. Хотя, может, они иногда слабые. Ты сильный, это случайно. Он может быть струсил, ты храбрый, я в тебя верю, это случайно. Он может быть неаккуратным, любимый мой, ты самый аккуратный в мире, это случайно. А что женщинам нужно от мужчин? Повисла тяжелая пауза. Что же мне нужно от семейной жизни-то? От мужиков-то? Женщине нужно от мужчины, чтобы он, а вем, чтобы он осуществлял все ее мечты. Просто или сложно? А у нее не было мужи и не было кому осуществлять ее мечты. А создалась семья, и что? Теперь есть кому осуществлять мечты. Осуществлять все ее мечты. У женщин очень много мечтов. Согласны ли? Кафельную плинку хочу, ванную розовую, да? Это хочу такое, это хочу такое, это хочу такое, это хочу такое. А у мужиков туго с мечтами, с целью жизни туго. Что я делаю, что хочу, да? Ну и кто будет осуществлять? Значит, чтобы мужчина разбил сердце женщины, чтобы он ее завоевал сердце, надо эту женщину крепко обнять и сказать ей одну фразу, какую? Любимая моя, я хочу осуществить все твои мечты. Правильно? А такая женщина такая, раз в обморок, а только потом поняла из-за чего. У нее в подсознании раз, эйфория, а сама не понимает, почему у нее эйфория. Потом оказывается от такой фразы. Поэтому если мужчина хочет завоевать сердце женщины, эту фразу, я выучу наизусть. Да? А чтобы мужа сделать счастливым, какую фразу надо выучить наизусть? Чтобы муж был счастливый. Особенно вот если уже 5 лет пожили вместе, 10 лет пожили вместе. Что надо сказать? Чтобы мужчина никогда не слышит семейной жизни, если семейная жизнь уже много лет. Ну только все слышит. Надо, 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 это, надо, это, надо, это, надо, это, давай я это сделаю, на это надо, давай я это сделаю. А что мужчина-то хочет услышать? За много лет семейной жизни. Что он хочет услышать? Да, правильно, запишите, пожалуйста. Если женщина скажет, любимый, у меня все есть, я довольна жизнью, мне ничего не надо, я счастлива, и все, благодаря тебе, многие мужчины не слышали этих слов десятилетиями. Ну запишите, самую главную ключевую фразу. Если много лет будете замужем, вот эту фразу надо сказать. Любимый мой, я довольна жизнью, мне ничего не надо, у меня все есть. И все благодаря тебе. Ну это-то святое, это-то каждое утро. А вот это, я довольна жизнью, у меня все есть. Потому что женщина, у нее планы всегда громадье, мечты много, а поблагодарить редко. А тем более, когда женщина говорит, любимый, у меня все есть, мне ничего не надо, у мужчины в этот момент что происходит? Как это ничего не надо? Да мы что бы их купим? У него появляется добровольное желание, что? Аaneстерять все ее мечты. Интересно или интересно? Попробуйте тезис проводить. Говорили так? Любимый, у меня все есть, мне ничего не надо, я довольна жизнью. Не помню, честная женщина, честная, не помню. Чаще всего женщина говорит, надо вот это купить, надо вот это сделать, надо вот это сделать, надо вот это сделать, надо вот это сделать. Так не так? А может как? Совестение. Все благодаря тебе, любимый. Окей. Значит, что нужно сделать, чтобы женщина была счастлива? Осуществлять ее мечты. Не спеша. Никто не говорит прямо сейчас и все сразу. Это невозможно. Вообще, ни один мужчина и ни одно живое существо в этом мире не смогло сделать женщину счастливой. Это нереально. Даже Господь Бог в раю, когда все обеспечил, все. Восходы, закаты, цветы, попугаи, жар птицы, рыбы, лес, деревья, все есть. Яблоки, фрукты, груши, овощи, все. Все для женщин. В раю они жили. И то со всех деревьев можно жрать, из этого нельзя. А мужика говорит, с одного можно, нам больше что и не надо. А женщина говорит, целый сад деревьев, все можно есть, а с этого нельзя, маловато. Даже Господь Бог не смог сделать женщину счастливой. Поэтому у мужчины это невозможно. Сразу я вам скажу, осуществить все мечты. В свое время Ротшильд такой был, очень богатый человек, сейчас целое богатое семейство, есть такой Ротшильд, знаете ли, не знаю. В свое время Ротшильд поставил себе целью, зарабатывать больше, чем тратит жена. На какой цифре он остановился в своих заработках? Он был очень такой энергичный, уверенный, умный такой человек, сильный духом, такой упрямый. То есть он чувствовал в себе силы это осуществить. Короче, ему пришлось стать миллиардером. Там способность расходовать деньги, оно что? Оно растет неимоверными темпами, примерно с такой же скоростью, как самые выдающиеся бизнесмены их зарабатывают. Итак, дорогие мои, тогда семья счастливая и такая забота нужна. Мужчине нужна забота какая? СВ, то есть моральная, не физическая. Ну физически, о чем, вот тарелку еды поставил и забрал, да? Моральная. В мужчину надо верить. Ты умный, ты добрый, ты любящий, ты сильный, ты талантливый, ты гениальный. Мужчина чем любит? Ушами. Мужчина чем любит? Кожей. Женщина надо обнимать. И все время ей говорит, любимая моя, я хочу осуществить все твои мечты. Она говорит, любимая моя, ты знаешь, какая у меня цель в жизни? Она как будто не знает, какая. Она говорит, сделай тебя счастливой. Осуществить все твои мечты. Какой мужчина? Еще ничего не осуществил. Еще ничего не осуществил, но какого мужчина? Это же приятно. Человеку нужно ощущение. Сами цели достигать невозможно, ощущение нужно. Окей. Значит, краткое содержание предыдущих серий. Надо немножко осуществлять женские мечты. Задача для мужчины. А для этого что надо сделать? Спросить. Можно не осуществлять, но хотя бы спрашивать. Уже приятно. Значит, не безразлично. Внимание уделяет. Неравнодушен. А многие даже что? И не спрашивают. Скажут, любимая моя, давай я запишу, какие у тебя мечты есть? О чем ты мечтаешь? В каком доме ты хочешь жить? Сколько детей ты хочешь иметь? В какой-то интимных отношениях что ты хочешь сделать? Вот если у женщины ее спрашивать, от этого делает ее счастливой. Понятно, что существуют трудности всякого разного рода. Организационные, финансовые, трудовые, еще что-то. Понятно, что все эти мечты... Быстро не реализовываются, быстро. Быстро не реализовываются. Но хоть потихонечку, хоть понемножечку, хоть интерес есть к нему, уже что? Надежда жив человек. Помните, как мы говорим, наши дети будут жить при коммунизме. У наших детей денег не будет жить. В будущем приятно же надеждой жить, чем безнадегой. Сейчас вот заживут безнадегой, не знаю, что будет в будущем. Не знаю. Когда надежда была? Конца света ждете, что ли? Зачем на тренинги-то ходить? Они не помогают? В какой одежде надо встречать конец света? Какая разница, да? Какая разница? Окей. Вот сейчас мы с вами изучаем такие необычные вещи, которые на каждом столбине написаны, которые нигде не изучаются. Очень важно, чтобы вы придавали это значение. А как мы можем это сделать? Да. А можем попрактиковать. Вот сейчас мы с вами 3-4 минуты пьем чай, кофе. Горяченький, согрейтесь немножечко, взбодритесь немножечко. И после перемены сразу начнем играть. Хорошо? Практиковать. Потому что практика важнее, чем что? Человек может знать, что не обижаться и все равно на всех обижаться. Человек знает, что надо радоваться и все равно печалиться. Окей? Продолжение следует...